В эфире Участок 112 в студии Евгений Плохотин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Смертельный прыжок с моста. Ударился спиной о воду и утонул. Тело до сих пор не найдено. Ставки сделаны. Азартную игру прервали полицейские. Несчастный случай на производстве. На одном из предприятий Бийска погиб рабочий. Пять лет за омлет мужчина опустошил холодильник у своей односельчанки. Трагедия. На коммунальном мосту Бийска молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прыгнул в воду и утонул. Уже почти неделю его тело ищут спасатели. Поисковые работы результатов пока не дают. Веселая компания пришла на пляж уже вечером. Недалеко от коммунального моста молодежь устроила пикник. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек поднялся на мост и встал на перила. Приветственно. Взмахнув друзьями рукой, он прыгнул. Вот в районе второго буя где-то он прыгнул и приземлил соплошмя. То есть получился удар, как об асфальт очень жесткий. Видно ли бы органы внутренние повредил, возможно, потом очень сломал. И опять же, со слов окружающих, что метров 50-70 по воде еще проплыл и все, и к дну ушел. Уже четвертые сутки бейские спасатели ведут поиски утонувшего парня. В трех местах по течению реки развернули свои посты. Однако пока работа результатов не приносит. Сотрудники службы спасения не исключают, что тело унесло течение. Каждый день в течение дня по воде ходим. Вот смотрим визуально, потому что вдоль берегов острова обходим. Потому что где всплывут, то есть неизвестно. Вода непредсказуемая. Всплыть может хоть где-то. Как пояснили специалисты, если тело не зацепилось за коряги, то оно должно всплыть уже в ближайшие дни. Поисковые работы продолжаются. ДТП на улице Социалистической. Пострадала женщина, которая в момент аварии просто проходила мимо. Здесь столкнулись сразу три автомобиля. Женщина, которая находилась за рулем шестерки, поворачивала налево, во двор. В это время еще один автомобилист пошел на обгон. В итоге его машину занесло, и мужчина протаранил припаркованную возле магазина Тойоту. Кроме того, сбил проходящую мимо женщину и повредил входные двери магазина. А на федеральной трассе иномарку остановило препятствие в виде бетонного ограждения. Есть пострадавшие. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четвертом часу ночи. Мужчина двигался в сторону Бийска. В районе села Сростки он не справился с управлением и врезался в бетонный блок. В итоге пассажиров иномарки с различными травмами доставили в больницу. Сельский житель обокрал своего соседа. Похитил аккумулятор, два FM-модулятора, флеш-карту, зарядное устройство телефона, ветровку, а еще зачем-то прихватил шорты. Подозреваемого полицейские задержали по горячим следам. Преступление было совершено в ночное время. Злоумышленник молотком разбил окно машины, открыл капот и открутил аккумулятор. Однако на этом он не успокоился. С собой прихватил личные вещи автомобилиста. В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель. В совершенном преступлении задержанный сознался. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело. За кражу молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Доигрался. Бийский предприниматель ответит перед законом за организацию игорного бизнеса. Зал игровых автоматов был замаскирован под посредническую фирму. За данное правонарушение директору придется выплатить штраф. Так же, как и другим владельцам подпольного бизнеса. На этой неделе полицейские прикрыли еще два казино. Золотой браслет чемпиона и солидный денежный приз так и останутся неразыгранными. Азартный турнир в этом игорном заведении прервали полицейские. Нелегальное казино работало исключительно для своих. В обычном гараже, оборудованном под азартный зал, стояли игровые автоматы, а также покерные столы. Здесь же, в случае удачного исхода, постояльцы могли отметить победу. В мини-баре представлен достаточно широкий ассортимент алкогольной продукции. Во всех случаях игровая деятельность доказана. Во всех случаях возбуждается административное дело производства по статье 14.1.1 Кодекса административных правонарушений. Ну и, соответственно, на материал направляется суд. Зал игровых автоматов на улице Трофимова уже неоднократно фигурировал в оперативных сводках. Стражи правопорядка регулярно измают здесь оборудование и каждый раз привлекают бизнесмена-нарушителя к ответственности. Однако, несмотря на это, игорная деятельность возобновляется. В этот же день полицейские посетили еще одно казино. На этот раз в восточной части города. Из двух заведений стражи правопорядка изъяли 8 игровых автоматов, 3 покерных стола, 3 сейфа с фишками и колоду карть. На всех правонарушителей составлены административные протоколы по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Наказание, предусмотренное законом, это штраф до 5 тысяч рублей. А для юридических лиц штрафы в сотни раз больше. Таким организаторам подпольного казино придется выложить до 1 миллиона рублей. Участок 112. Мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. Незаконный оборот наркотиков. 5 фактов за одни сутки. Легких денег не бывает. Многодетная мать решила поправить свое финансовое положение, а в итоге только усугубила его. Омлет, колбаса и помидоры. Ужин, за который грозит до 5 лет тюрьмы. Отделом по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД России по Алтайскому краю задержана группа лиц, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений. Все они связаны с вымогательством денежных средств. Жертвами преступной группы стали жители Бийска, а также представители бизнес-сообщества. Если вы тоже пострадали от противоправных действий людей, которых сейчас вы видите на своих экранах, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции. Либо позвонить по телефону в Барнауле 39 71 10. Код краевой столицы 38 52. Продолжаем выпуск. Несчастные случаи на производстве. 18-летнего рабочего затянуло воронку с отходами. Парень скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Уголовное дело по данному факту еще не возбуждали. Сейчас следователи и сотрудники трудовой инспекции проводят свою проверку. По обстоятельствам, что было установлено, что рабочие грузчики осуществляли зачистку склада шрота. А именно, засыпали шрот в ячейке бункера. Как по обстоятельствам дела, что грузчик зашел на насыпь, который соскользнул в ячейку и попал на лендерсный транспортер, где его засыпало остатками шрота. Рабочие пытались спасти парня, но безуспешно. Пришлось вызывать сотрудников МЧС. На извлечение тела ушло порядка двух часов. Прибывшие на место происшествия медики только констатировали смерть. Она наступила от удушения. За одни сутки бийские полицейские пресекли пять фактов незаконного оборота наркотиков. В общей сложности они изъяли 182 грамма марихуаны, чуть меньше грамма гашишного масла, а также небольшое количество синтетических наркотиков. Экипаж патрульно-постовой службы полиции в Нагорной части Бийска остановил молодого человека. Внимание стражи правопорядка привлекло его странное поведение. Увидев людей в форме, парень сразу же резко отбросил в сторону свой небольшой пакет. Экспертиза показала. В нем находилось 36 граммов марихуаны. А это является крупным размером и влечет за собой уголовную ответственность. Наказание до 10 лет тюрьмы. В эти же сутки на улице Калинина участковый уполномоченный встретил молодого человека в неадекватном состоянии. Медосвидетельствование показало задержанный в состоянии наркотического опьянения. При проведении личного досмотра у него изъяли пакет. В нем находилось 78 граммов марихуаны. По решению суда молодой человек оштрафован на 4000 рублей за потребление наркотических средств без назначения врача. Кроме того, ему предъявлено обвинение по 228 статье Уголовного кодекса «Незаконный оборот наркотиков». Аналогичное уголовное дело полицейские возбудили в отношении еще двух ранее судимых бичан. Сотрудники полиции их задержали на берегу Бии. У одного из них изъято 68 граммов марихуаны. Другого застали в тот момент, когда он готовил на костре гашишное масло. Ты варить где садался? Вот. Довольно-таки странно повел себя еще один молодой человек. Как оказалось, повод для беспокойства у парня был довольно серьезный. В бумажном свертке полицейские обнаружили вещество серого цвета. Как выяснилось, позже в нем находился синтетический наркотик, масса которого попадает под уголовную ответственность. Срок лишения свободы до 10 лет. А в Бийском районе завелись, можно сказать, серийные воры. За одну ночь они обокрали сразу три сельских магазина. Добычей злоумышленников стали сигареты, водка, колбаса, а также наличные деньги. Пока предприниматели подсчитывают убытки, полицейские ведут поиски ночных взломщиков. В Станбехтемире неизвестные взломали металлические ставни и через окно проникли в торговое помещение. Здесь они забрали почти 60 пачек сигарет, 5 палок колбасы, упаковку пельменей, 20 бутылок с энергетическим напитком, 9 бутылок пива, кофе 3 в 1 и 511 рублей наличными. Кстати, часть похищенного злоумышленники растеряли по дороге. В эту же ночь в селе Шибалино из сельского магазина исчезло 13 бутылок с водкой и 50 пачек сигарет. Из кассы преступники забрали более 4 тысяч рублей. В помещении они проникли через окно. А это уже село больше Угренева. В магазин «Березка» злоумышленники проникли через окно. Везде просматривается один и тот же почерк совершения преступления. Здесь неизвестные похитили 6 маленьких бутылок водки, называемых в народе чутком, и 36 банок слабоалкогольного напитка. По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела по статье кража. Сейчас ведутся поиски злоумышленников. Точно такой же срок грозит и еще одному сельскому жителю, который опустошил холодильник своей односельчанки. Ночью выпивший мужчина разбил стекло и проник внутрь дома. Он прямиком пошел на кухню и из холодильника похитил продукты питания. 20 яиц, пол палки колбасы, 1 лимон и 2 помидора. Сложил все в пакет и отправился домой. И уже на своей кухне он приготовил омлет и съел его в прикуску с помидорами и колбасой. Теперь за такой сытный ужин придется ответить в суде. Наказание, предусмотренное уголовным кодексом, до 5 лет лишения свободы. Бейчанка решила поправить свое финансовое положение, а в итоге только усугубила его. Многодетная мать в интернете нашла вполне заманчивое предложение, как разбогатеть. Первое время она даже получала прибыль, правда, виртуальную. Чтобы стать участником той самой финансовой схемы, мать пятерых детей перечислила организаторам первоначальный взнос в размере 27 долларов. Вскоре ей были начислены обещанные дивиденды. Но то, что полученный доход по факту оказался виртуальным, женщину не смутило. И, надеясь получить более существенную прибыль, она продолжала перечислять деньги. В общей сложности многодетная мать подарила мошенникам 1370 долларов. Если перевести в рубли, то по курсу Центробанка России на 15 августа эта сумма составляет порядка 50 тысяч рублей. В полицию женщина обратилась после того, как обнаружила, что сайт заблокирован, а доступ к ее электронному кошельку закрыт. Сейчас, по данному факту, полицейские проводят проверку. Убедительная просьба ко всем гражданам. В случае, если решились на какое-либо предложение в сети интернет относительно возможности легкого зарабатывания денег, очень внимательно подумать над предложением, если перед этим предшествует необходимость перечисления каких-либо денежных средств на счет неизвестного лица, который в дальнейшем окажет услуги или пообещает какое-то фантастическое трудоустройство. В свою очередь хочется сказать только одно. Бесплатный сыр бывает только, правильно, у мошенников. Так что не связывайтесь с ними, и тогда ваши сбережения останутся с вами. Тем более, это тот самый случай, когда стоит учиться не на своих, а на чужих ошибках. На сегодня это все. Увидимся через неделю. Не нарушайте закон, и тогда он всегда будет на вашей стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин